Всем привет, мои дорогие! Всем, кто все еще со мной, всем, кто меня смотрит, огромное вам спасибо, что вы зашли и открыли этот ролик и решили посмотреть мое видео. Я долго думала, снимать его или нет, выкладывать его или нет, ну, по причине того, что очень многие блогеры сейчас замолчали и не выставляют никаких видео, потому что ситуация такая, что, в принципе, наш контент это развлечение. Очень многие видео на ютюбе носят развлекательный характер и людям сейчас не до развлечений, не до смехов. Я продолжу свою мысль. Я тоже решила, что я ничего не буду выкладывать, пока подожду. И я посмотрела видео Марины Мыхиной, где она сказала, что она, наверное, какое-то время не будет выкладывать ролики, потому что просто не знает, о чем можно сейчас говорить. И я прочитала комментарии у нее под видео, где очень многие написали, что Мариночка, пожалуйста, выкладывайте видео, потому что ваше видео как бы людям хочется смотреть приятные, позитивные, красивые ролики, смотреть на что-то интересное, веселое, потому что, в общем-то, ну, жизнь продолжается и даже тем, кому очень сейчас тяжело, хочется смотреть на что-то красивое и интересное. Я, если честно, сама, вот открывая каждое утро YouTube, я привыкла видеть каких-то блогеров в своей ленте и много видео новых в своей ленте. Но сейчас, открывая YouTube утром и видя, как осталось несколько человек, буквально, которые продолжают выкладывать ролики, и лента практически пустая. Вы знаете, даже англоязычные ютюберы, они как-то замолчали, притихли. Потому что я смотрю много англоязычных ютюберов тоже и вызывают какую-то тревогу, какое-то, знаете, вот состояние того, что происходит что-то такое, что, ну, в общем, что-то ужасное происходит, понимаете. И я поняла, что мне, например, было бы приятнее видеть в ленте ролики тех блогеров, которых я обычно смотрю, вот как обычно, как всегда, на любую тему, если честно. Поэтому я решила, что я, наверное, буду что-то снимать, что-то выкладывать. Ну, а там посмотрим. Давайте сегодня снимем видео релакс. Просто погуляем с вами, посмотрим на озеро Онтарио, посмотрим на даунтаун нашего города, где я проживаю. Это город называется Оквилл, провинция Онтарио, в Канаде. И по-другому может быть, ну, хочется чего-то спокойного, размеренного, вы знаете, успокоительного. Погода у нас сейчас довольно неприятная. У нас где-то минус 2 градуса и ветер. Вот я сейчас возле воды нахожусь, возле озера. Видите, вот по улице вот идешь, вот такая вот грязная слякоть, серые такие сугробы из такого старого грязного слежалого снега. не самое лучшее время для прогулок, но давайте все-таки немножко прогуляемся. Это старая часть нашего города, старый Даунтон, который был построен где-то в конце 19 века. Я, наверное, вам уже кое-что показывала, кое-что снимала, но на самом деле давайте посмотрим еще раз, потому что зимой, по-моему, кто-то так громко говорит по-русски, вот вам приветы от русскоговорящих жителей моего города. Я вышла на центральную улицу нашего города, посмотрите, у нас до сих пор существуют новогодние рождественские декорации, потому что Канада очень любит рождество и Новый год, поэтому мы никак не можем с ними расстаться, уже эти елочки позасыхали, уже как бы эти шарики все-таки замерзлые в снегу, как бы они совсем уже не в тему, март месяц на носу, а мы еще все вот сохраняем вот это вот радостные шарики для того, чтобы, ну, как-то, не знаю, порадоваться, наверное, тому, что скоро будет снова рождество, наверное, не знаю, иду я вдоль улицы, иду я вдоль ресторанчиков, почти пустые, потому что время такое между завтраком и обедом, народу поэтому мало, но есть, немножко есть люди, но практически люди, которые пришли сейчас сидят в ресторанах, это так, кофе попить и, в общем-то, не поесть как следует, потому что время ланча еще не наступило, время ланча в Канаде где-то в районе 12 часа, вот так, в двух, может быть, иногда, это такая доска почета героев нашего города, попросту говоря, это частные предприниматели, мелких бизнесов, местные, значит, их фотографии повесили, чтобы, ну, как бы познакомить людей со своим, город должен знать своих героев, это магазин, посуды и всякой домашней утвари, очень красивая посуда, такая нежная, симпатичная, и вот вы видите уже, вот, зайцы и яйца, это подготовка к нашему Истеру, Истер это наша, наша Пасха, в общем-то, она будет в апреле, но уже, как бы, мы готовимся, уже декорации всякие появились, я потом пойду в кафешку пить кофе, и там вообще все будет в этих декорациях, ну, и тут же рядом еще до сих пор, вот, посмотрите, какие красивые остатки от рождественской елки, магазин, я так понимаю, люксовый секонд-хенд, как они себя называют, ну, судя по названию, во всяком случае, такое стилизованное слово, шикарные, как бы, находки, ну, вот, вы видите там Louis Vuitton, Chanel, я не знаю, это настоящие, это или фейковые, или это настоящие, но магазин, судя по названию, позиционирует себя, как люксовые находки, надо будет как-нибудь зайти туда, надо зайти, может быть, поснимать, если они мне разрешают, и посмотреть на, на самом деле, ли это настоящие, или это бренды, или это, как бы, ну, стилизация, так скажем, вот наши известные стулья канадские, Moskoka Chairs называется, то есть стулья Moskoka, это название самого большого, одного из самых больших озер в провинции Онтарио, вот снова, видите, новогодние декорации, да, ну, не хотим мы расставаться с Рождеством, это магазин Anthropology, один из самых моих любимых магазинов, это американский магазин, но он представлен тоже в Канаде, вот я сейчас снимаю его в витрины, я входила в него, несколько раз делала примерки, но давно не была, надо будет еще раз снова сходить, магазин отличается такими, знаете, очень яркими, радостными красками, вышивкой, в общем-то, такой немножко стиль Боха, немножко такой хиппи, в общем, такой вот, знаете, интересные такие вещи, вот, например, посмотрите, какое красивое летнее белое платье, прям так хочется, чтобы скорее стало тепло, и одеть белое платье невестой, и гулять под теплым солнышком, и, в общем-то, многие вещи такого типа, такого плана, следующая витрина показывает нам желтые вышитые брюки и блузку, то есть это костюм такой, видите, и, видите, очень красивая вышивка, и рядом свиторог, повязанный на плечи, следующий у манекена тоже с божьими коровками, то есть я так понимаю, что мы будем этим летом носить желтые и божьих коровок, как приятно, это просто звучит замечательно и прекрасно, следующая витрина призывает нас, be obsessed with yourself, ну, это, в общем, если, так вот, не переводить, дословно, то это просто вот, будь, будь офигенный, то есть офигевай от самой себя, то есть считай себя офигенной, вот так вот скажем, ну, хороший призыв, я с ним согласна, это вообще правильно, потому что надо себя любить, и надо себя действительно считать самый лучший, самый красивый, вот прям вот так вот, вот офигенный, витрина тоже, значит, там свитоджинсы в основном, и разные всякие свитера, топы, кардиганы, красивых расцветок, такие, знаете, ну, наверное, имеется в виду, что это уже как бы весеннее, весенняя коллекция, яркая такая, красивая, это магазин Руц, это канадский магазин, видите, написано, что он был основан в 73-м году, но это такая канадская мода, знаете, вот спортивные вещи, очень-очень минималистичные, в общем-то, футболки, худи, спортивные брюки, очень его любят наши молодежь, вот мой сын просто, он девается в нем, ему очень нравится, это мужская мода, я немножко там отражаюсь, на самом деле было очень холодно, просто очень, несмотря на то, что температура была в минус 2 градуса, был очень сильный ветер, он прям ледяной, это наша центральная площадь, я вам когда-то снимала, здесь у нас стояла ужасающая елка, на Крисмас такая техно-елка, сделанная из бог весть, непонятно чего, но, в общем-то, как бы, ставят ее всегда на этой площади, но вот сейчас вы видите, пусто, так заснеженно, сугробы, не очень красиво, но там очень симпатичные рестораны, летом они выставляют столики на стол, и вот на этой площади, часто там живая музыка, люди приходят, пьют вино, слушают музыку, очень приятно, и вот последний в нашем городе, а может быть, даже, наверное, во всей Канаде, телефонная будка, которую много-много лет уже, наверное, никто не пользует, это уже скорее такой, знаете, памятник культуры, старины, судя по сугробам, в нее давно-давно никто не заходил, и вот еще одна витрина, очень красивые, яркие, цветные одежды, такой, знаете, немножко какой-то узбекский халат напоминает, вот это вот справа, ну и очень такой розовый, белый, джинсы с вышивкой, с оборочками, другая витрина, тоже очень яркая, ну, в общем, видно, что все хотят лета, и все хотят тепла, потому что уже хочется вот одеться вот так вот, день был страшно холодный, я была закутана, как Дед Мороз, я вышла в своем пальто, и не надела шапку, пришлось надеть капюшон, потому что я как-то не рассчитывала, по градусам было минус два, и я решила, что я не замерзну, а это наша церковь, центральная, так сказать, самая главная, Оквиллская церковь, называется Нокс, ну, в общем, церковь, короче, сегодня никого нет, потому что сегодня суббота, а в воскресенье было бы много людей здесь, вот еще вам немножко кристалитных декораций, если вы соскучились по, по Рождеству, то приезжайте к нам, приезжайте к нам в Оквилл, у нас еще все до сих пор рождественские, рождественские украшения, итальянский ресторанчик, очень симпатичный, милый, мы в нем были, ну, такой симпатичный, хорошенький, это витрина магазина Мендачино, очень тоже известный магазин, итальянский, не дешевый, находится тоже на центральной улице нашего города, 30 процентов, ой, нет, не 30, 30 долларов, что-то там такое стоит, я не успела разобрать, и, в общем-то, вещи такие, у них когда-то были красивые вещи, а сейчас вот я как не прохожу мимо, так все какое-то что-то так, не очень, а это магазин Маска, вы, наверное, все знаете, Маска, известный магазин, и вот очень красивое пальто, такое, знаете, цвета Camel, такой типа Max Mara, и красивая такая под леопарда, там была шубка, а вот я наткнулась на ювелирный магазин, я даже не знала, они продают, оказывается, украшения от Benetton, я вообще, честно говоря, не знала, что Benetton делает украшения, вот первый раз вижу, и знаю этот бренд, но никогда не знала, что они делают украшения, и вот в таких еще больших количествах, и вот продают просто, это не магазин Benetton, это просто ювелирная лавка, в общем-то, на центральной улице, и они вот продают украшения Benetton, я не знаю, для меня это было удивительно, я никогда не знала, что существует украшения Benetton, они довольно красивые, яркие, такие разноцветные, такие же, в принципе, как и изделия самого бренда, вот, а это уже тоже очень-очень летняя витрина, весенняя, вот белая, розовая, вообще такое зеленое с розовым, очень яркие цвета, очень хочется лета, конечно, все, мы все уже, видите, манекенов одели в такие летние одежды, хотя у нас, конечно, до лета еще очень далеко, по нашей погоде, еще совсем не скоро, интересная витрина ювелирного магазина, который показался мне, что там продают даже винтажные какие-то вещи, но я не уверена, надо бы тоже зайти посмотреть, может быть, у них спросить, там стояла коробочка Тиффани, но я не знаю, это просто для декорации, или они действительно продают украшения Тиффани, но не думаю, потому что Тиффани, по-моему, свои украшения продает только у себя, и посмотрите, какие интересные красивые кольца, и браслет, ну, совершенно такие винтажные на вид, прямо, знаете, я как-то раньше не обращала внимания, вот, когда ходишь, снимаешь, находишь очень интересные вещи, на которые раньше не обращала внимания, красивые такие украшения, необычные, интересные, понравились мне, надо будет зайти посмотреть в этот магазин, а это моя любимая кафешка я страшно замерзла и пошла пить горячий кофе или капучино или что мне захочется очень люблю это место кафе арома самый вкусный кофе у нас в городе варят вот именно в этом кафе и днем очень приятная обстановка пока стояла в очереди за кофе обратила внимание на совершенно раздетых девчонок я прям стал их снимать потому что на улице такой холод и все так тепло одеты и они наверное тоже я думаю что пришли в пальто и уже видимо сняли и положили где-то на стул за столик где они будут сидеть но вот стоят такие совершенно раздетые надо же молодость кровь горячая в кафе есть очень много симпатичных вкусных всяких плюшек но я была тверда а это вот кстати тоже уже истер украшение на истер вот эти кролики кафе двухэтажная хотел я посидеть на втором этаже там симпатичный вид но там все 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 было занято и пришлось мне сесть на первом этаже хотя в принципе тоже у окна и вот видите каждой чашке кофе они дают свою фирменную шоколадку и и Субтитры делал DimaTorzok Народной улицы совсем мало, потому что холодно, ветрено, и люди особенно не гуляют. Но вот видите, снова такие детские немножко украшения всякие, зайцы, кролики, пасхальные яйца. Ну, симпатичные, но так немножко, знаете, напомню, наше детство, когда мы украшали окна снежинками, есть немножко что-то в этом. Я допила свой кофе, а шоколадку не съела, захватила ее с собой домой. И немножко цветочков вам в ленту, немножко цветочков вам в видео. Это витрина цветочного магазина, очень красивые букеты. На сегодня буду прощаться. Желаю вам всего самого-самого наилучшего, здоровья, крепкого мира, счастья, чтобы все-все-все было хорошо, чтобы все-все замечательно исполнилось в нашей жизни.